Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй и мы продолжаем, ребята, проходить святые картошки в космосе. Задача у нас выключить генератор, если вы помните. Так, ну что же. Давайте зайдем в магазин и что-нибудь себе купим. Так, накопители не нужны, генератор тоже. Остается только топливный бак у нас. Давайте его купим. В принципе, все. Больше нам в магазине покупать ничего не надо, не нужно, потому что, как вы сами видели, ничего сюда нового не поставляют. Так, что здесь у нас? Давайте кого-нибудь, ребятушки, мы сюда поставим на изучение. Зачем нам, как говорится, все это мертвым грузом нужно? Так, изучай, наверное, себе новый навык, потому что остальное практически у тебя все изучено. Так, ну кто? Давайте вот этих вот тоже, ребят, поставим. Ух ты, у нее еще можно новый навык. Ну, мы сделаем вот этот. И ты сюда иди, спец, по лазерам. Давайте, наверное, 20 атаки лазерами. Замечательно. И давай тоже сюда иди. Не отставай, как говорится, и сделай... Ммм, 20... 20% тут, 20% тут. Пускай делает. Лишним никогда оно не будет у нас. Ну, и что, ребята? Давайте, наверное, с вами сделаем перелет куда-нибудь. На какую, интересно, можно планету рвануть? Запас. Ну, что ж, давайте слетаем на запуск. Название, конечно, для планеты такое интересное. Очень много дней у нас в запасе, так что можем смело тут путешествовать. Ну, что, мы прибыли на планету. Я думаю, знаете, что, ребят, надо пропустить денек. Потому что наши бойцы до сих пор еще учат навыки. Ладно, пока заменим крафтерами. Ну, другого выбора нет у нас. Ну, давайте попробуем, наверное, изучить. Посмотрим, как у нас справятся наши крафтеры за орудиями новых видов пушек. Так, и первый у нас кто? Запас ресурсов. Так, сканер у нас засек в пространстве. Да, конечно. Ядрит твое налево, а. 690 здоровья, если снес нам этот взрыв от ящика. Так, второе событие. Заправка. Ну, тут понятно все. Что тут у нас? Поехали дальше. Что тут? Не будем ничего здесь дозаправляться. Продолжаем. И все? Это... Пф. Два события. Ну и планета, а. Я вообще ничего не заработал. Кроме урона. Ладно. Вот, вот. Наконец-то наши пилоты освободились. И можно, наверное, их расставить по местам. Так, родной, иди сюда. Ты у нас там, по-моему, спец по лазерам, да? Да, вот будешь за лазерной установкой. Так, ты у нас по ракетам будешь стоять на здесь вот. Хоть это и не ракеты, но пафик, как обычно, на своем любимом фениксе. Так, а эта-то у нас где? А, она стоит уже. Так, дед нам не нужен. И бенник. Иди сюда. Какого лешего-то я не мог понять, что такое. Вот. Неправильно немножко ставил. Ну, а крафтеры у нас, по-моему, все изучили. Еще есть что? Так, дальность на 30%. Снижает получаемый урон. Давайте. Вот это, конечно же. Тут даже и думать не надо. Так, 18 тысяч у нас всего-то лишь осталось. Куда бы нам слетать, а, ребята? Так, что это за планетка такая? Ну, давайте сюда сгоняем. Все у нас еще хорошо. Все позволяет. Уй. Уной? Планета Унои. Ну, давайте изучать эту планету. Какое солнышко улыбчивое, а? Посмотрите только. Брошенный груз. Как всегда. Давайте заберем. Опа-на. Все прошло тихо. А значит, мы заработали 4 700. Вот это другое дело. О, здравствуй, здравствуй, родной мой. Давно я тебя не видел. Давненько мы с вами не употребляли морковного сока. Я, честно, не очень люблю. Но ради этого можно и выпить. Давайте будем сносить ему пушки. Интересно, а что-нибудь есть у нас такого лазерного, но более мощного? Какую-нибудь новую установку. Пока я еще не видел ничего. Кстати, давненько я не заходил в магазин оружия на звездодроме. Потому что мне так впечатление, что наше оружие уже просто устарело. Может быть, мне даже так кажется. Так, а я не понял. Там... Это планета, что ли, такая? Тут единороги везде скачат. Штиль написано. Да. Ну и планеты. Кирки. Или даже это не единороги. Нет. Вроде там единороги. Радужные, так скажем. Так, ладно. Будем дальше продолжать. Марколет. Мар... Марколет. Идер сам, да? Смотри, что творит. Ой-ой-ой-ой-ой. Я могу орудие одному лишиться у себя. Надо этого не позволить сделать. Да какого лешего-то? Че так бьете-то? Я говорю, вроде как устарело. У меня оружие уже. Надо искать ему срочно замену. Смотрите, раньше я сносил... Ну, сколько? Ну, три хода максимум, да? Делал. А сейчас... Уже пятый, по-моему, ход у меня. Так. Смотри, что творит. О, я могу и лазера нижним лишиться. Нет. Ну, тут понятно, ребята. Тут игра близится к развязке. Поэтому, естественно, давать самые сливки. Да, сбегай. Отдает он нам 9000. Мы немножко сейчас еще отхилимся, конечно. Но это все равно не спасает ситуацию. Так, третье событие. Блокпост. Ну, тут тоже все понятно, ребята. Мы его облетаем. Даже не имеет значения. Там, хоть они стреляют за них, хоть нет, это... Так, четвертое событие. Опять ничего не происходит. Самоучитель боевых искусств. Так, ну что же. Ну, давайте, я не знаю. Давайте купим, наверное, один, а? А, 34. Ну, давайте возьмем. Че он там нам дал? Луч гравитации. 50-го уровня. Хм, ну, посмотрим потом. И, ну, конец, пятое событие. Опять летает какой-то ящик. Ай, ну что же. Будем забирать или нет, а? А, тут-то чей-то вартовые тапки. Давайте сделаем так. И что, мы заработали с этого? Должны, по идее, быть ресурсы. Так, биоотходы, 152. Шикарно. О, ну хоть тыква тут нам досталась, и то ладно. Ну что, давайте, как обычно. Бочонок. И приступаем. Так, спец по лазерам. Давай-ка вот эту ракетную установочку снеси ему. Да, урон, конечно, никуда не годится. Надо менять. Так. Так, и пафи. Я, кстати, из всех пилотов запомнил только пафи. Точнее, не пилотов, а наводчиков. Я не понял, а что это за такое было? Он отхиливается каждый ход, а за счет чего? У него вроде пиликса нету. Неужели это вот нижнее оружие, способ или звездочки там, его отхиливает? Наверное, так оно и есть. Ну что, ракетницу мы сносим. И давайте добьем вот эту вот установку. Отлично. Ого, ничего себе. И меткость защиты, и уклонение он мне понизил. Так, я тебе покажу, урод. Давайте пропишем. Так. Вот сюда будет, наверное, лучше. Да. Нет. Надо мне на нижнее. Вот. Вот так вот. Вот. И уничтожаем это орудие. Почему все два раза там уже стрелят? Нет, три. Три. Ну что, если снесли, осталась вот эта вот свисдулька, которая стреляет, причем нехило. Надо ее сносить. Огонь. Батарея. Готово. И пушка у него обездвижена, а, соответственно, мы ее снесем. Щит на ней стоит или на корпусе? Ладно, сейчас мы на ней. По-моему, на ней. Но это его не спасло. Десять тысяч как с кустами срубили, и заканчиваем мы изучение этой планеты. Хорошо, просто замечательно. Так, заработали мы сорок три тысячи. Так, у нас склад переполнен. Нам надо от чего-то избавляться, ребята. Что мы можем? Так. Горохометы, дымоходы. Что лучше? Давайте горохометы уберем. Никогда им не пользовались, и, в принципе, он нам и не нужен. Двадцать семь дней. До зомби-апокалипсиса. Шутка, конечно. Так, что старик там у нас? Зубрит. Этот зубрит. О, а планетка-то уже здесь рядом, ребята. Давайте вернемся, наверное, на наш звездодром. Как плохо говорит звездодром. Космопорт. И все. Куртка ясна. Замечательно. Заправились. Да, тут нам нечего делать. Экипаж. Вот. Смотрите, какие они красавцы. Ой. Прям гомер какой-то. Ладно. Ничего такого особого я не вижу, ребят, если честно. Абсолютно ничего хорошего нету. И стоит по десять тысяч. А толку никакого. Так, что мы можем сделать, а? Какой вид оружия? Всевидящий глаз. Ставит метку на цель. Я, так честно говоря, не понял, что это за оружие. При попадании в корпус похищает у противника три единицы мощности, но... Останавливается щитами. Бред какой-то. Так. Уродливый хобот наносит урон в размере 20% от текущего уровня здоровья цели. На грани безумия. Ну, даже как-то я и не знаю. Как-то так расписано немножко непонятно. Ладно, давайте его поставим. Посмотрим вообще, что это за это оружие. 20 урона. Хреб поймешь, короче. Это надо все постигать в бою. Чтобы постигать в бою, естественно, надо ее сделать. Столько у меня оружия. И все, в принципе, везу. И все это бесполезно. Воспоминение. 842 урона. Кислотный дождь. Иди сюда, лепи. Это считает тысяча. Бискрита. Угу. Так, лататель. Ну, это, знаете, напоминает мне суккубус. Только урон в разы больше. Так. Где у нас тут оружейка, ребята? Вот она оружейная. Вот она оружейная. Давайте глянем. Так. 10 уровня суккубер. 327. Так. Добролуч. 10 уровня. Опа. Она, ребята. Это же лазер. Такой же, как у меня. Только улучшенный. Блин, на складе места нету. Надо от чего-то избавиться. Всевидящий глаз. Иди отсюда. Ракеты тоже. Мы им никогда не пользовались. Как я говорил. Весь этот хлам продаем в первую очередь. Да-да-да. Именно ты лети отсюда. Так. Это что такое? Воспламенение. Ну, этот, конечно же, надо его в первую очередь подавать. Он вообще заряжался. Ни к силу, ни к городу, как говорится нам. А что такое атака-то? Ничтожное у этого оружия, а? Так. Огурцы-мед. Лети отсюда. Да. Так. Вы посмотрите, какая ничтожная. Так. Деструктор. Бесполезный. Меч справедливец. Вселенное укрепление на целом. Всех частей обоих кораблей. Здорово просто. Но у него висит значок С. То бишь это элитное оружие. Узорчатый клинок у нас. Так-то, в принципе, неплохо. Посмотрите, что он там делает. Проверчатый метк. Очень много у него таких параметров. Это не нужно нам. У нас почему-то дохрена лежит. Лататель. А, тут еще каждый лататель со своими статами. Ясно. Слабление на три хода. Бесполезно. Эскимо тут какой-то. Так. Звездный мушкет. У нас их два. Один продадим. Так. Я же вроде продавал глаз. Ладно. Еще один продадим. Ну что ж. Теперь давайте купим. Купим мой добролуч 10 уровня. Я его обязательно сделаю и поставлю. Горохомет мне не нужен. По своей приори. Потому что это бесполезная фигня какая-то. Ну и что тут? Опа-на. Пепел. Пепел феникса. Вы посмотрите, ребята. Улучшенный вроде бы какой-то, да? Так. А этот без статов. Я даже не знаю. Купить, наверное, надо. Или как? 200-70. 200-67 к атаке. А этот 400. Давайте возьмем лучше со статами. Суккубер. Нет. Это нам не нужно. Протон стрел. Не нужен. Ладно. Пока нам этого достаточно. Ресурсов у нас. Ого-го. Сколько. Так что мы можем смело-смело ставить на крафт. Все, что нам вздумается. Так. Где крафтер? Крафтеры у меня заняты, да? Нет. Один у меня свободный. Этот доктор что? Ну и в принципе и шурик шубик. Тоже мне. Ну мне нужен такой, который с хорошими. Да-да-да. Показателями. Иди сюда. Так. Ну что. Пепел феникса еще остался. И у него будет делать у меня шарик шубик. Просто замечательно, ребята. Я же говорил. Давно пора перевооружаться. А то летаем с какими-то тряпками. Я не знаю. Ну что же. Давайте слетаем на эту планетку. И разведаем ее. А после может быть даже сгоняем на задачу. В общем посмотрим. Времени еще хватает у нас. Труло. Вот это название. Опачки. И все-то у нас уже скрафтилось. Кстати феникс тоже под эской. Это просто замечательно. Должно быть нехилым оружием. Так. Что-нибудь переключается. Ай. Надо выйти. И зайти. Так. И хобот охота посмотреть. И это. Так. Ну. Добролуч. Добролуч. Я же не ошибаюсь. Нет. Вот сюда он у меня пойдет. Ну а пепел феникса естественно заменит наверное мой старый пепел. Смотрим. Вот так вот. Красава. Я даже себя чувствую уже такой знаешь. Не абы что тут летающие по галактике. А уже продвинутый крейсер. И уродливый хобот. Интересно. Может быть уродливый хобот поставить вместо одного лазера. Да посмотреть его. Ну. Как вы думаете. Больше тут ничего хорошего у нас не так. Злобный зрачок. Плюс 50% к себе на 10 ходов. Не понимаю я вот этого немножко. Что это может значить. Неметкость у него конечно очень хорошая. Да. Седьмого уровня. Добролуч у нас был. Сейчас стоит десятого. Вот так-то вот. Ну я так понимаю тут лучше ставить конечно пушки уже 10 уровня. Ну что такое 7 уровня добролучий. Давайте поставим уродливый хобот. Да какого лешего ты не ставишься. Вот. Вот это хорошо. Заодно и проверим как он себя ведет в бою. Ну что ребята вроде бы помаленьку со всем этим разобрались. И пора наверное приступить к изучению этой планеты. Ну начнем наверное. Надеюсь будет хорошая планетка. Событие 1. Событие 1. Как всегда ничего кроме бабушки. 4 700. Нормально. Опять ничего у нас мимо все. Ограбление. Давайте за мусорным баком по-моему да. Ах ты. Да точно. Надо было. Хотя нет. Пускай лучше корпус победят. Ага. А вот у нас ребята и тыковка. Хоть кто-то как говорится решил нам встретиться на пути. Что там у него за оружие такое спереди а? Какой-то гарпун. Угу. Ну что же. Давайте ребята. Опробуем наше новое вооружение. Ух ты. А лазер то ребята в разы больше и бьет сильнее. Ух ты. И у него пушки тоже не слабо бьют. А ну-кася. Новый феникс. Испробуем. Вау. 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 Шикарно. Мне нравится. Очень нравится ребят. Промазал что ли? Хе-хе. Ну било. На. 820. Все у нас ребята на мази. Все на мази. Все хорошо. Я даже не переживаю. Класс. Зажигательной смесью на меня стреляет. Ну и как видите зажигает мне феникса. Знает куда бить. Сносим верхнее оружие. Интересно. А мы в этой главе будем с вами с главным боссом драться или нет? А нет. Подождите. У нас же тут задание снять с генератора щит. Хотя потом возможно он и будет у нас. Ну что. Он отдает нам 9 350 и улетает. Зачем нам деньги ума не приложу в данный момент? Так. Опять тыква. Уже с другим каким-то вооружением. Какие-то кнопки злобные тут улыбаются на меня. Давайте-ка наверное пропишем ему разочек. Так. Подождите. Давайте лучше с лазером пальнем. Вот сюда. Или сюда. Давайте вот переднюю кнопочку. Ох ты. А если бы двойным, пушка бы уже сдохла. Промахнулся он. Так. Ужасный хомбот бомбит. И добивает. Ну-ка ответочку. Есть. Как ветром сдуло. Смотрите-ка. У него тоже там неплохо шпарит. Это верхнее орудие. 700. Конечно он сейчас припечатал. Ну это был его на последний выстрел. Лечение. Лечение. Нет братишка. Устарел твой суккубер. Все, пока. 7000. Ладно. Так. У нас погодные условия, да? Токсичный туман. И. И. Опять ты. Какая-то тыквенная планета. Я смотрю. Одни тыквы у нас попадаются. И он опять с тем же самым практически вооружением на меня прибыл. С одним сукобом для лечения. И с двумя уже гарпунами. С одной кнопкой. Ладно. Высокое напряжение, да? Значит. Промахиваешься ты, братишка, со своим высоким напряжением. Уси-ка мою всю ярость. Красава. Что, промазал что ли? Да он еще и косорукый у нас. Ну что же. Осталось два орудия. Давайте разберем щит туба. Ну и там уже до гарпуна доберемся. До высокого напряжения точнее. Мажет. Так, он его прикол щитом вроде бы. Ну ладно, пробьем щит. Они тут-то были, ребята. Не простой у него щит. А усиленный. А вот теперь он снял придурок зачем-то. Ну, поучи тогда. Пока. Так, и последнее событие у нас остается. А, пять всего лишь? Это что-то новенькое, ребята. И заработали мы 54 тысячи. Плюс три пушки. Ну что же, я считаю, что это хорошо. Так, в лаборатории закончилась у нас разработка. Так, ну что, давайте поставим, наверное, на 30% дальность перемещения. Чтобы, как говорится, летать не через планеты, а напрямую. Так, и... Ага, и 25% на затраты перемещения. Ну, чтобы меньше тратить топлива. И 20% снижаем урон корпусом. По-моему, хорошо. Даже очень. Можно еще что-то, нет? Ага, у нас еще вот что есть. А, нет, это у нас стоит. Получается, что... Вот, обогащение есть. Так, иди сюда. Ну, получается, что пока у нас все... Тип-топ. А у этого все освоено. Даже учить нечего. Даже как-то обидно. Еще столько денег, и потратить некуда. Крафт. Крафт. А что нам крафтить можно? У нас, по-моему, пока все хорошо. Все есть. Может быть, поменять? Давай-ка, дедушка. Ну, что так? Вот. Надо, когда подсвечивается. А дедушку поставим на изучение. Только волна остается. Пускай будет волна. Ну, что же. Давайте, ребята, слетаем еще куда-нибудь. Так, сюда мы не... Давайте вот на радужную эту планету. Больно она красиво выглядит. Добро пожаловать на планету Мотар. Так, на корабле у нас в лаборатории завершено какое-то изучение. И ты, Шурик, идешь сюда. Контроль повреждений. Это единственное, что ты можешь сейчас у нас пока изучать. Ну, а мы в то время с вами будем изучать эту планету. Радужную, красивую, интересную, надеюсь. И первый враг у нас это огурчик, наш любимый огурец. Как обычно, начинаем все с бочки. Ну, а теперь давайте сносить ему орудие. И со стопроцентной уверенностью я вам скажу, что шансов на выживание у этого огурца нету. Абсолютно нету. Так, что он там отхиливается? Нет, тебя, братишка, не спасет. Мы готовим очередной залп. Бам! И нет орудия. Так, кстати, надо верхние пушки сносить. Смотри, что они творят. Не дело это, не дело. Так, давайте прикроем. А то я чувствую, она долго у меня не просуществует. На-ка, выкуси. Нет, выжили, выжили его на орудие. Но промахнулись. Тем лучше для нас, как говорится. Все. Ну, одно орудие сейчас точно снесу, это факт. А вот второе, да, второе выжило. Горит. Поджигатель сраный, а? Ну-ка, на. И лети отсюда, чтобы ты не видел больше. Так, ну что, 8 тысяч дал и улетел. Громовой гудок десятого уровня дал нам. Точнее, мы забрали. Так, а здесь у нас событие номер 2. Опять бесхозный ящик. Наши тапки. Получаем руды 114. Неплохо. Ух ты, и опять огурец нам встречается. Ну что ж, давайте его разберем. Точнее, так скажем, замаринуем в его же слезах. Так, огонь. Черт, по этой. Может было бы, конечно, в Сукубер. Но он все равно ничтожно мало бьет. Так что... Хотя, ракетница тоже шпарит, будь здоров. Ну, мы снимем этот мыльный спрей, если он не ошибается, оружие закрывается. Бамс, и нету спрея. Оп. Почти, что в щит попал. Так, давайте сносить игру ракетницу. Надо же, какая зенития, да? Ладно. Пока все терпимо. Давай, Пафи. Лазерщик мой. Вот так вот. Красота. Выдерживаю этот выстрел. Ну, теперь дело и до Сукубера дошло. Ну, все. Осталось у него там, что, последнее оружие. Которое сейчас же и спит. И взорвется у него. И полетит огурчик в баночку под маринад. Все. Почти 9 тысяч отдал нам. Все, лети отсюда. Не нервируй меня больше. Так, ну что. И мы закончили изучение этой планеты. Ну, что же, ребята. Это хорошо. 33. Почти 34 тысячи мы заработали. 22 дня осталось. В лаборатории у нас закончилось какое-то исследование. Давайте посмотрим. Увеличивает дальность перемещения на 45%. Неплохо, да? Ну-ка, иди сюда, родной мой. Давай, делай. Это мне как раз нужно. Ну и, естественно, сразу же на перемещение. А кого поставить-то все занятые? Ладно, пускай пока так будет бесхозно стоять. Ну что же, полетели, наверное, на задачу, ребята. Йоху! Рванули. Ну, что у нас тут будет? Джорени. Ага, опять у нас тут много чего закончилось. Ну что же, давайте, наверное, посмотрим, что еще можно изучить. Иди сюда. Да. Так, я вот что-то не понял. Давайте вот это вот. Короче, одним словом, будем делать все, что у нас доступно. Так, затрата на перемещение 30%. Дальность перемещения 45%. Так, свободных нету. Есть, есть у меня старичок свободный. Давайте, наверное, увеличение дальности. А, она у нас стоит. И эта стоит. А эта? Так, у меня все, оказывается, стоит. Изучать больше нечего. Замечательно просто. Ну иди тогда сюда, старый. И тут у него все изучено. Да что ж такое? Что же это за непуха-то такая, ребят? А? Ну иди хотя бы на крафте постой. Я уже не знаю, что... К чему тебя еще тут привлечь? Узорчатый клинок. Давай, делай узорчатый клинок. Так. Ну что же. Давайте изучать. Подождите, а какой изучать-то? Нам не изучать, нам выполнять задачу надо. Есть, мы внутри. Вперед, Фэй. Как хорошо, что Ян Гауда и Леди Дракон с нами. Не разберись они с охраной. Та могла такой гвал поднять, что мало бы не показалось. Для нас это просто разминка. Просто разминка? Вы потрясающие бойцы. Мы видели, как вы крутились, летали, кувыркались. Пожалуй, нам стоит поспешить, пока никто не заметил пропавших охранников. Да-да-да, управление системой безопасности, штаб-квартира, пароль. Порядок, все настроено. Осталось заложить взрывчатку и смотаться. Заряды заложены. Тогда пора лететь отсюда, пока нас никто не засек. Да, если бы и засекли, мы бы с ним мигом разделались. Правда, Лун? Ну, Лунну или Лунну? Ну, конечно, Гауда. Ну все, хватит миловаться. Тонуть в глазах друг друга. Будем потом. А теперь пора разнести генераторы. Ну что же, ребята, нас ожидает какой-то впереди босс. Давайте глянем, что это за фрукт такой. Дай нам пройти, кустарник, через мой труп. Как пожелаешь. Приступаем, ребята, к разборке этого какого-то никчемного кораблишки. По мне так лично это выглядит так. Приступаем. Давайте, наверное, я не знаю, стоит, нет. На три хода увеличивать атаку, защиту понижать. Или лучший крит. Наверное, лучший крит мы сделаем. Так, шикарно. Ну, а, следующий ход. А теперь сейчас приступим к разборке этого нищебродского корабля. Ну-ка, выкуси-ка, залпа. Солдат затмений. Ох ты, ничего себе бомбанул. Что ты там своей пукалкой делаешь-то? На, выкуси еще разок. Снесем, нет? Снесли как с курса. И осталось в два орудия у этого щегла. На мой так взгляд, нет. Ничего я в нем опасного не вижу. Осталось одно орудие. Ну, это если такая охрана, то, извините, извините. Что это за босс-то? Не знаю. Даже не представляю, что это за лох. Босс, блин. Так, что, корпус, что ли, разбирать придется? Да, по всей видимости. Ага, ну я понял. Сейчас он, наверное, возродится с еще более мощным вооружением. Да, наверное, что-то в этом роде будет. Иначе это просто лох, а не босс. Так. Нет? Ага. Второй чувачок прилетел. Ну, ладно. Значит, здесь вот так вот. Хорошо, разберем второго. А потом уже, наверное, и до босса мы дойдем. Значит, это как бы типа охрана сейчас идет. Ладно. Ну, что ж, давайте с Критом так же будем разбирать его. А я-то уже было подумал, что это неужели такой босс легенький. Ну, по всей видимости, я ошибался. Да, пушка просто не стояла против моего выстрела. И сгинула в небытие. Ну, что ж, продолжаем, продолжаем, ребята. Готов, да? Ну, конечно, куда же он двинется. Ну, очередной залп предпоследний. А, нет, какой предпоследний. Ничего. Придется его корпус разбирать, да. Это, скорее всего, так оно и будет. Давайте шмальнем пафи сюда. Сюда. И, главное, тоже туда же. Красота. Мы ему и щит заодно снесли. Хоть его и не трогали, но... Тем не менее. Все, пока пушка. И будем разбирать корабль. Так, огонь. Так, 256 от корпуса корабля осталось. Ну, это, если честно, это должен быть честно. На этом ходу он сдохнет. Оно так и происходит. Ну, кто там следующий-то у нас? Все, что ли? Да, ребята. Ну и босс. Да, весело, конечно. Я-то думал, сейчас будет у нас эпическая война. Да. Ну, ладно, ребята. На этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотры. И увидимся с вами в следующей серии. Всем пока. До скорого, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...